Впервые за всю историю Сургута на югорской земле решались вопросы церковной жизни Юго-Восточной Азии. Вопреки пандемии на заседании Совета Патриаршего Экзархата собрались архиереи южно-азиатских епархий для решения насущных вопросов. Церковь наша, и мы не исключение, регион, где мы несем с вами служение, проходит очень непростые времена, времена пандемии. Вместе с экзархами-младыками на богослужениях молились и самые юные христиане, студенты духовных школ Экзархата из Индонезии и Филиппин. Они первенцы, которые получат богословское образование, которые приедут в свои страны и будут нести слово божественной истины среди своего народа. Как и почему стало возможным историческое заседание Синода в Сургуте? В сегодняшней программе «Воскресенье». 18 августа 2021 года войдет в историю православной Югры и города Сургута. В этот день в архиерейской резиденции при храме великомученика Георгия под председательством Патриаршего Экзарха Юго-Восточной Азии, митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского Сергия, состоял заседание Синода Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии. В работе Синода принял участие митрополит Манильский и Ханойский Павел, архиепископ корейский Феофан, а также секретарь Синода и епископ Джакарский Петерим, который участвовал в работе Синода на удаленной связи. В ходе заседания Синода был рассмотрен широкий круг вопросов жизни Патриаршего Экзархата, касающихся развития жизни церковных общин и устроения их канонического бытия. Церковь наша, и мы не исключение, регион, где мы несем с вами служение, проходит очень непростые времена, времена пандемии, которая коснулась всех, вся и церкви, служителей и нашу пасту. И в связи с этим эта пандемия привнесла свои особенности для нашего служения. Патриарший Экзархат Юго-Восточной Азии, Экзархат Русской Православной Церкви на территории Сингапура, Восточного Тимура, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Корейской Народонемократической Республики, Республики Корея, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Попуа-Новой Гвинеи, Таиланда и Филиппин. Глава Экзархата носит титул «Митрополит Сингапурский и Юго-Восточный Азиатский». 21 октября 2016 года Священный Синод Русской Православной Церкви впервые назначил епископа Солнышногорского Сергия, управляющим приходами Московского Патриархата в странах Юго-Восточной и Восточной Азии. 26 февраля 2019 года Священный Синод образовал Филиппинско-Вьетнамскую епархию на территории Филиппин и Вьетнама и назначил правящим архиереем митрополита Хантамансийского и Сыргутского Павла титулом «Манильский и Ханойский». Последнее заседание Синода Патриаршего из Архата Юго-Восточной Азии состоялось в Москве в сентябре 2020 года. Результаты, которые сегодня мы получили и удовлетворение от того, какие мероприятия прошли у нас сегодня, они действительно имеют хорошее будущее и то развитие в нашей Юго-Восточной Азии, наших епархий, наших приходов и подготовка кадров, которые будут действительно первыми апостолами своей земли. Заседание Синода Патриаршего из Архата Юго-Восточной Азии в Сыргуте состоялось благодаря труда митрополита Хантамансийского и Сыргутского Павла, возглавляющего также и Филиппинско-Вьетнамскую епархию с титулом митрополит Манильский и Ханойский. Как постоянный член Синода Патриаршего из Архата, владыка Павел взял на себя все организационные вопросы проведения Синода. Сегодня мы не можем собраться, скажем, где-то в странах Южной Азии из-за пандемии, потому что приехать сегодня в любую страну Азии нужно карантинный срок проходить в гостинице. Не случайно сегодня я, как член этого Синода Юго-Восточного Азиатского Экзархата, я предложил Экзарху нашему, говорю, почему бы нам не провести в одной из епархий, входящих или правящего в архиерея, входящего в Юго-Восточный Экзархат. Храмострительство и обучение духовенства, перевод богослужебных книг и священного писания на языки населяющих Юго-Восточную Азию народов, сдачи на сегодняшний день первоочередные и основополагающие. На заседании Синода удалось принять важные решения по этим направлениям работы. Сегодня уже многое переведено. На данный момент у меня молитва слов на филиппинском языке, Сибуане, сдан в издательство «Сибирская благозвонница». Сейчас рассматривают это издание. В ближайшее время будет издан молитва слов на филиппинском языке. Сейчас мы готовим служебник с параллельным текстом славянского и филиппинского. Переведена божественная литургия, неизменяемая часть. Всенощное обдение тоже неизменяемая часть переведена. Требник переводится, а кто их, Минеи. То есть все священные книги, богослужебные, которые необходимы при богослужениях, сегодня занимаются переводикой. И мы обсуждали эти вопросы, что они очень-очень необходимы. Один из важнейших – вопрос юридической регистрации епархий, входящих в юго-восточный патриарший Экзархат. Здесь не обойтись без предварительной регистрации в российских органах юстиции. Мы подготовили типовой устав филиппинской церкви, я говорю за Манильскую и Ханойскую епархию, то есть филиппино-вьетнамскую. Мы подготовили этот устав. Сейчас его дорабатываем, прорабатываем в соответствии с законодательством страны. Переводим на английский язык, чтобы отработать его и уже предложить регистрацию в таком вот виде. Безусловно, общение архиереев в юго-восточной Азии не ограничилось только заседанием синода. Впервые в Сургутском приобретенском соборе престольный праздник прошел с участием духовенства патриаршего экзархата. Вчера был совершен сенот, проведен сенот патриаршего экзархата в юго-восточной Азии. Вот кто-то из вас, наверное, задумывался и даже улыбался, что это владыку из Хантамансийска, из Сургута, да вдруг еще и на Филиппино поставили. Да еще в Вьетнам. А где Сургуты, где Филиппины? Владыка, вот вчера мы в заседании нашего сенота патриаршего экзархата принимали жизненно важное решение для дальнейшей жизни Русской Православной Церкви в тех островах, далеких краях, но Божьих. Я благодарю вас за организацию, за гостеприимство, за эту прекрасную Божественную Литургию, за эти прекрасные светлые лица и духовенства, и народов. Преображение Господня в Сургуте запомнилось и радостным крестным ходом с окроплением святой водой, и, конечно, освящением плодов, неизменной и трепетно ожидаемой прихожанами частью празднования Яблочного Спаса. Благословляют все освящаются плоды сия виноград, окроплением воды сия освящены благодатью Пресвятаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вместе с митрополитом Сингапурским и Юго-Восточным Азиатским Сергием, патриаршем экзархами Юго-Восточной Азии и архиереями, главами епархий, на богослужениях молились и самые юные, недавно ставшие христианами, студенты духовных школ экзархата из Индонезии и Филиппин. Наши студенты пели литургию уже на славянском языке, это тоже говорит о том, что они не безуспешно здесь занимаются, они уже в какой-то степени изучили русский язык и на славянском языке пели божественную литургию самостоятельно. Это большой прорыв, и, конечно, познавая богослужения, познавая культуру, скажем, русской православной церкви и русскую культуру в целом, это очень-очень важно, потому что сегодня, можно сказать, в Азии это апостольское служение по времени и по обстоятельствам, оно соответствует апостольскому времени. И не только за богослужениями, а в теплой, по-настоящему искренней обстановке, семянесты встретились с архипастырями патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии. Археи напутствовали будущих миссионеров по желанию Божьей помощи в деле служения Церкви Христовой, а подрядший экзарх митрополит Сергий благословил учащихся на новый учебный год. Сначала нам было страшно, потому что мы не знаем, о чем будет речь тогда, в том срече. Но нам понравилось, что владыки нам дали совет, как продолжать наше обучение здесь, в России. И он нам советовал быть хорошими студентами. Совсем недавно в храмах Хантамансийской, а теперь и Сургута, зазвучали за божественной литургией голоса филиппинских студентов. Конечно, не все еще получается. Турдин и русский, и особенно церковнославянский языки, непростые распевы и гласы, но есть желание и упорство. Помогает певчим и Господь подсказывает нужные действия и прихожане клиростные певчи. Нам тяжело. У меня личного образования нет, музыкального образования нет, поэтому мне трудно. Я ноты не умею читать, я все по слуху и по памяти спою. Это не только мы, которые поют, там с нами поют и ангелы, и святые. Поэтому мы чувствуем страх и радость одновременно, потому что с нами поют и святые, и наши отцы, которые уже не в мире, не на свете. И страх, что мы споем Господу. На Егорской земле семинаристы филиппинцы впервые. Приняли их как положено, с любовью и теплотой. И здесь им очень понравилось, даже погода благоволит теплом, напоминая о постоянно жарком климате родных Филиппин. Здесь очень уютно, так скажем. Здесь не так в Питере. В Питере там шумно, там хаос. А здесь уютно, спокойно. Здесь город маленький, поэтому легко погулять вокруг города. И не так холодно, слава Богу. Не так холодно. Но пока не так холодно. Они первенцы, которые получат богословское образование, которые приедут в свои страны и будут нести слово божественной истины среди своего народа, как апостолы в первых веках христианства. Всего три года назад первые филиппинцы уехали с богослужебной практики из Ханты-Мансийска священнослужителями, будущими пастырями. Сегодня в помощь им готовятся нести свет Христовой истины и Слово Божие своему народу, юные миссионеры, искренне желающие познать глубины церковной жизни и послужить Богу и ближнему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok